Добрый день, шановные сподарства! Добрый день, витаю вас, шановные сябры! Добрый день, дорогие дамы и господа! Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам немножко о белорусских слободах и дворах в Москве XVI-XVII веков. Дело в том, что, конечно, названия не совсем правильны, не совсем корректны, поскольку в этих дворах, в этих местах обитали не только белорусы, но и поляки, и евреи, и украинцы, и литовцы, и немцы. Единственное, что их объединяло, это то, что в основном там размещались люди, которые были выходцами из Великого княжества Литовского. А, соответственно, поскольку Великое княжество Литовска, его основу составляли именно белорусские земли, то непосредственное значение это имеет прежде всего к Белоруссии. Выходцы из белорусских земель начали появляться в границах московского государства очень давно. Но это неудивительно, поскольку и территориальная близость, и конфессиональная близость, и языковая близость, все это сближало людей. Сюда приходили и купцы, конечно, и в своих бизнес-делах приходили сюда и мастера различные. К своим единоверцам приходили священники, просветители и так далее. Немалую роль, конечно, играли и военные дела. Многие князья, как из московского государства, так и из Великого княжества Литовского, меняли свое подданство, забирая с собой, как правило, дружину. Так вот, первая слобода в Москве именно и была связана с военными людьми. Это была слобода Наливки, или Налейка, или Нали, по-разному ее называют. Как пишет Герберштейн, князь Великий Московский Василий III имел отряд телохранителей, которые приблизительно состояли из 150 драбов, то бишь пеших воинов, которые состояли в основном из литвинов. Считается, что основу его составил отряд Михаила Глинского, который в 506 году перешел на службу московскому государству. Московский государь создал для них специальное поселение Наливки, Налейки, Нали на территории Замоскворечья, недалеко от Крымского брода. Место было выбрано не случайно, потому что именно там оттуда приходили в основном татарские загоны, которые воевали Москву. Но, однако, не только стратегически это было обосновано, но также и тем, что, как правило, иностранные свободы помещались далеко от центра города. Для того, чтобы исключить нежелательные взаимодействия их с жителями непосредственно Москвы. Следует сказать, что слово «иноземец» в те времена обозначало совсем не только то, кто приехал из чужой земли, но прежде всего это человек, который принадлежал к иной вере. Так, например, протестантские кирхи разрешили строить в Москве только с 1576 года, а католические костелы в конце 17 века, не раньше. Но дело в том, что и православных, которые не подчинялись московскому патриархату, тоже не считали своими людьми, а считали не совсем верными людьми и иноземцами. К этому вернемся немножко попозже. Так вот, как правило, создаваемым иноземным свободам давались определенные льготы. Так, жителям, например, Наривок выделялись отдельные поля, отдельные огороды, выгоны. Им давали за службу деньги, им давали за службу одежду. Они освобождались от посадского тягла, их кормили, снабжали хлебом и так далее. Кстати, именно с одной из привилегий и было связано, как говорит Герберштейн, и на само название Наривки. Он пишет, немногим лет тому назад государь Василий выстроил своим телохранителем новый город Нали. На их языке это слово означает Налей. Потому что русским, за исключением нескольких дней в году, запрещено пить мед и пиво. А телохранителям одним только предоставлена полная свобода пить, и поэтому они отделены от сообщения с остальным, чтобы прочие не соблазнялись, живя рядом с ними. Существование этой слободы было недолгим. Предполагается, что она уже к 1571 году исчезла после набега Девлет-Гирея на Москву, который сжег весь город. Так, однако память об этой слободе, а также о ее иностранном происхождении, еще жила даже через столетия. Так, например, Таннер в 1678 году, упоминая о существовавшей на месте Наливок Стрелецкой слободе, где продолжали жить телохранители великого князя, приводят легендарную историю о том, что якобы первоначально на этой земле жили немцы. Последние, якобы обидевшись на название своего поселения, употреблявшегося москвитянами, как брань и насмешка, а также видя, что москвитяне в пьянстве грешнее их, раздраженные, выпросили у царя для поселения другое место. И сегодня в топонимике Москвы можно найти следы этого поселения. Они сохраняются в названиях Спаса-Наливковских переулков, получивших имя от построенной в 17 веке церкви Спаса-Преображения, что в Наливках. Именно в районе указанных переулков, а также около улицы Якиманки, и была расположена первая в Москве слобода, населенная выходцами из Беларуси. Кстати, тут может возникнуть вопрос, а почему именно иноземным гражданам, выходцам из иноземных стран была доверена такая служба, была доверена задача охранять великого князя. Это вообще неудивительно. Вообще, говоря о военном строительстве Московского государства, можно сказать, что вплоть до конца 17 века это была очень сильная, конечно, держава, но с очень неплохим командованием. Так, например, Чарльз Корлейль, английский посол, в 63-м году отмечал, войско для Москвы очень важно. Оно было бы весьма страшным для соседей, если бы только офицеры следили бы почаще за своим поведением или лучше за своим долгом. Если дело идет о том, чтобы собрать большую армию, то нет государя в Европе, который бы сделал это с большей легкостью, как царь московский. Но если вопрос стоит о том, чтобы иметь храбрых и опытных солдат на войне и созданных для труда, то едва ли Московия может доставить столько, сколько может какая-либо другая нация. Именно поэтому с давних времен были попытки создавать войска, полки иноземного строя. И именно из полков иноземного строя в конце концов Петром Первым и была создана современная, скажем так, армия. Оттуда идет традиция современной российской армии. Естественно, говоря об этом, нужно сказать, что прежде всего внимание обращалось на территорию Великого княжества Литовского, поскольку люди, которые приходили оттуда, они были более организованы в военном плане и в то же время легче ассимилировались и вообще с большой симпатией относились к московским жителям. В начале, после того, как исчезли наливки, в начале 17 века выходцев из Великого княжества Литовска, для них была создана другая военная слобода в земляном городе у Воронцова поля. Старопанская или Иноземская. Кроме того, эту слободу называли Панской. Что неудивительно, в принципе, название Панской мы еще не раз с вами встретим. Почему? Потому что всех выходцев из Великого княжества Литовского, из Польши, из Речи Посполитой называли Панами. И, естественно, Панская слобода. Это у нас потом будут и Панские слободы, и Панский двор, и Панские ряды и так далее. Старопанская слобода одна была относительно небольшой. На 638 год она насчитывала всего 52 двора кормовых иноземцев. Из них только один принадлежал немчину, а остальные выходцам из Речи Посполитой. Шамановскому, Сушинскому, Стручинскому, Лобачевскому и другим. В принципе, и сейчас очень легко найти на карте Москвы эту Старопанскую слободу. Поскольку она находилась между Саромятной и Мельницкой слободами, и поэтому сейчас Старомятнические и Мельниковские переулки, между ними как раз и находилась эта Старопанская слобода. Она просуществовала недолго. Уже к концу 17 века разделила судьбу, которая ранее или позже, или позднее ожидала все слободы иноземные в Москве. Ее население было полностью ассимилировано. Для этой Старопанской слободы это вообще неудивительно, поскольку ее в те времена называли слободой перекрестов, поскольку ее жители очень легко ассимилировались, перекрещивались и сливались с местным населением. Ну и эта Старопанская слобода не была последней среди московских поселений, военнослужащих, выходцев из Великого княжества Литовского. Опять же, на Якиманке, вспомним опять же про Крымский брод, в начале 17 века в Замоскворечии на Якиманке возникла еще одна слобода. Опять же, называлась Панской. Но она отличалась от предыдущих, пожалуй, только тем, что по переписи 69 года в основном состояла из служивых офицеров высшего командного состава полков иноземного строя. Ну, среди белорусских шляхтичей, живших там, известны Березицкие, Складовские, Бугайские, Замыцкие, Яновские и другие. Эта слобода была ассимилирована к концу 17 века. А о ее существовании напоминает лишь название церкви Мирон, что в старых панях. Так что, можно и ее как-нибудь идентифицировать на карте Москвы. Кроме того, название Панский на карте Москвы было зафиксировано не только для военных слобод, но также и для слобод посольских и купеческих подворий, извините, не слобод, а подворий, существовавших в Москве в 15-18 веках. Литовское панское подворье впервые упоминается в 1526 году. Оно в то время находилось на Успенском Яру в районе нынешних Никитского и Газетного переулков. Обычно здесь останавливались посольства Великого княжества Литовского, короны Польской, Швеции, иногда наиболее представительные посольства Священной Римской империи. Следует отметить, что для послов из Великого княжества Литовского, ну а позже и Речи Посполитой, а также для посольств из Швеции была выработана специальная система бережений. Двор был окружен высоким забором. В ночное время туда входы закрывались специальными решетками, для чего существовали специальные решеточники. На территории подворья находился отряд численностью не менее, чем численность его посольства, отряд дворян. Никому не разрешалось говорить с членами посольства, а каждый, кто попробовал бы подойти и через забор перекинуться словом, его тут же доставляли в посольский приказ для допроса. Ночью специальный караул патрулировал вдоль забора, а в самом Успенском Яру выставлялись дополнительные караулы. Никто из посольства не имел права выйти с территории двора. Недаром послы Великого Тяжества Литовского говорили, что как зверей в пустыне, так и нас стерегут. И даже поить лошадей нельзя было вне здания двора посольского. Послы обычно, как правило, заявляли, что вода в колодцах не свежая, и требовали допустить их к рекам. В отдельных случаях им удавалось добиться этой привилегии. Но выводили далеко не всех лошадей, позволялось выходить, а только самых лучших, тех, что принадлежали послу. В зимнее время выбивали специальные проруби, специальные посольские, куда никого не допускали, кроме членов посольства. А в военное время вообще никого не допускали, не выпускали к реке. Приставов и дворян, которые находились на территории посольства, меняли ежедневно, а караульных решеточников раз в неделю. И таким образом возможность контакта послов с населением, иностранными купцами, да и со своим правительством, исключалось фактически полностью. На территории Успенского яра литовский посольский двор пресчетовал до середины XVI века, когда по приказу царя он был переведен в район поганого пруда, теперь чистой пруды. Это стало... Что стало причиной этому? Дело в том, что в 1565 году Иван Грозный разделил всю территорию государства на земщину и опричнину. И была поделена также территория Москвы. Согласно этому разделению, территория Успенского яра вошла в состав опричных земель. И оттуда были выселены все посольства, все бояре, дворяне и приказные люди, которые не вошли в опричнину. К сожалению, сведений о нахождении литовского посольского двора в территории около поганого пруда фактически не сохранилось. Ну, в принципе, он и находился там совсем недолго. В начале XVII века он был переведен в Китай-город, на территорию, про которую мы потом еще скажем, он переведен на территорию купеческого двора. Почему же перевели с территории поганого пруда на территорию Китай-города вновь? По-видимому, это связано с событиями смутного времени, когда дипломатические отношения стали играть огромную роль в своих отношениях между Московским государством и Речью Посполитой. Однако, изменение местоположения литовского посольского двора не привело к никакому послаблению положения, пребывающего туда посольств. Как и прежде, послов и их свит удержали как заключенных. В начале 17-го века посланцы Сигизмунда Третьего Вазы писали «Вся наша вольность видим небу столько, сколько над нами, а земли столько, сколько во дворе под нами». Ну, самое интересное, что члены других посольств пользовались гораздо большей свободой. Они могли ходить по городу, посещать ярмарки и даже принимать у себя иностранных граждан. Только представители Речи Посполитой, Великого княжества Литовского Речи Посполитой и Швеции не пользовались такими льготами. Почему? Я думаю, что ответ на этот вопрос вы сами найдете очень просто. В 15-18 веках положение войны между тремя этими государствами Московским государством Речи Посполитой и Швеции было фактически нормой. Поэтому такие отношения это мало того, что просто формально выражать свое отношение к этим странам недружественным, но также и исключить надо было возможность шпионажа. после переведения перевода посольства с поганых прудов на территорию Китай-города посольство переехало на место купеческого литовского двора, панского двора. И для удовлетворения религиозных потребностей им была отведена специальная православная церковь. Как считается, это была церковь Кузьмы и Демиана, что в старых панях. Значительно перестроена она и сейчас находится, можно ее сейчас найти, по адресу Старопанский переулок 4. Кстати, название Старопанский переулок появилось именно по названию этого двора. Посольский литовский двор, как и другие дворы представительства зарубежных стран, английские, староиспанские и так далее, были ликвидированы в середине 17 века в соответствии с царским указом 42 года и статьями соборного уложения 49 года, по которым иностранцы были выселены из центра Москвы, а католические протестантские храмы уничтожены. Отныне все иностранные посольства должны были останавливаться на специальном посольском дворе, который находился на улице Ильинка около теперешнего Никольского переулка, ранее посольская улица. Вот как раз здесь вы можете этот посольский двор и увидеть. как его описывал Берген Таннер в 1678 году, таким образом, это прекрасное здание, построенное Алексеем Михайловичем из кирпича, что здесь по деревянным городам редко, в три жилья, по четырем углам украшено четырьмя башенками, или как их называют куполами, возвышающимися над столькими между ступенями. Оно заключает внутри четырехугольный двор, середину которого занимает большой колодезь. Главная краса здания – высокая изящная башня, служит великолепным для него входом и своими тремя балконами, приятными для прогулки, придает немалые украшения этого городу. Своды в комнатах были так низки, что нельзя было приладить к стене ни одной из привезенных с нами занавесей, не подогнув ее хорошенько. Этот посольский двор просуществовал до конца XVII века. Ну, а теперь обратил внимание на еще один литовский, старопанский или польский двор, который мы упоминали выше, литовский купеческий двор, который существовал в Москве в XVI-XVII веках. Здесь останавливались купцы и дипломаты от Великого княжества Литовского, а позже из Речи Посполитой. Сначала он помещался в Китай-городе, на том месте, куда потом был переведен литовский посольский двор, а о нем оговорили. Здесь, в Китом-городе, в этом самом известном торговом центре Москвы, купцы вели оптовую розничную торговлю своими товарами, для чего был создан специальный панский ряд, а также смоленский иноземный ряд. В начале XVI века литовский купеческий двор возник и на Варварке, напротив церкви Святой Варвары. Правда, во время Ливонской войны он был убран и уже не возобновился, а на его месте был построен старый монетный двор. Торговая же подворь Речи Посполитой, получившая название Новый Панский двор, было перенесено в район Лубянки, где разместилось рядом с английским и армянским купеческими дворами. Однако, из московских поселений, в которых жили белорусы, пожалуй, наибольшую известность приобрела Мещанская Слобода. И это не случайно. Во-первых, в свое время она была крупнейшей из всех московских Слобод, а во-вторых, вклад Слобожан в культурную и политическую жизнь Москвы тяжело переоценить. Вообще, история Мещанской Слободы довольно хорошо изучена. прежде всего богословским. Но остановимся на ключевых фактах ее создания и деятельности. Прежде всего, почему возникла такая Слобода большая и населенная преимущественно белорусами? Это было вызвано огромными тектоническими подвижками в политической и социальной жизни московского государства. Прежде всего, в 1654 году в Москве разразилась эпидемия чумы, которая унесла почти 80% населения. 80% просто задумайтесь об этом. Одним из способов решения проблемы вновь населить город являлась война. Война и заселение пленными территорий Москвы. И Алексей Михайлович, ну, наряду там с разными причинами, в том числе восстание Богдана Хмельницкого, стремление захватить Великого княжества Литовского и так далее, в том числе здесь большую роль играла вопрос о заселении пустующих территорий. Так, по словам патриарха Никона, цитирую, царь взял для себя из областей, которые не покорились мирно, 300 тысяч пленных, чтобы заселить ими большую часть домов столицы и деревни, обезлюдившие со временем моровые язвы. Что он и сделал. Павел Олепский рассказывает, что бояре, опять цитата, приходили в столицу, ведя с собой бесчетное число пленников. Ни одного из них мы не видели без одного, двух, пяти, шести и более пленных. По причине бывшей в это время сильной грязи и слякоти и подержа лошадей, они большую часть пленных бросили на дороги умирать от голода и холода. Ну вообще, если говорить об этой страшной войне середины 17 века, это, наверное, для Беларуси, для всей белорусской истории самое страшное, чтобы когда-нибудь либо было. После ее окончания население земель белорусских уменьшилось более чем в половину. Конечно, больше всего было уничтожено во время войны. Очень много приказов читаешь, остатки волос стоят дыбом на голове. Такие, например, что вот, а город тот Мстислав взять и вырубить в пень. Это только об Один Мстислав. Это сплошь и рядом. Безусловно, часть, кроме погибших, была вывезена сюда. Часть, безусловно, переходила в Россию, Московское государство по своей воле, потому что жить в разрухе не было никакой возможности. но факт тот, что прежде всего это было невольно. Вот, например, Юрий Готье в своей знаменитой книге «За московный край» в 17 веке пишет «Переселение из Литвы было бы преимущественно невольное, так как почти все переселенцы были пленниками. Большинство этих пленников поступало в холопы, меньшая часть в христиане». Крайне интересно, что в результате этой войны появилась очень интересная категория населения. Появились холопы у холопов, то бишь барские холопы, боярские холопы. Брали себе самих холопов. Так, в переписях можно увидеть такие записи вроде «У боярских людей, белорусцев 25 человек». Ну, таким вот образом. Обычно оформление крепостничества происходило тут же при войске в разрядном шатре. Те, кто не успевал это оформить, брали с собой пленных в приказ холопьего суда и там их оформляли. И, наконец, одним из очень интересных способов закрепощения был пленник, было его крещение. В тогдашних переписных книгах есть записи типа «Крепки по полонному взятию и крещению». Здесь живут поляки-работники, а крепки они по крещению. Не следует думать, что перекрещивали лишь католиков и униатов. Очень часто перекрещивания подлегали и православные. Так патриарх предписал перекрещивать православных, если они цитата «не истинно русским крещением крещены в три погружения, а лишь их из кувшинца обливаны». Белорусов расселяли по всей огромной стране. Ну, прежде всего, конечно, шляхту, на чью лояльность тяжело было надеяться, чаще всего направляли служить на дальние восточные окраины государства. Многие пленные продавались в мусульманские страны. Однако, наибольшее количество белорусов было размещено за Московным краем в Москве. И в Москве. Кстати, очень интересно, их количество было такое, что они изменили и языковой состав этой территории. Ранее Московская область, Московский регион относился к северно-великорусскому наречию. Остатки его мы сейчас и видим, например, взрывное Г, в отличие от Г, фрикативного, что существует сейчас в южно-русском наречии. Однако, здесь же господствовало и оконье. И только после того, как белорусов переселили в Москву, стало господствовать оконье. Таким образом, литературный язык именно белорусам обязан в том, что сейчас в нем оконье, литературный русский язык. Прежде всего, конечно, в Москве оставляли мастеров. Естественно, если такая появилась возможность, зачем же брать просто людей-рабов? Лучше тех, кто может что-то делать своими руками, своей головой. И так речь идет прежде всего о ремесленниках. Ремесленники прежде всего селились в Бронной и Гончарной Слободах. Найти их очень просто. Бронные улицы, Гончарные, вот сейчас проходил мимо Гончарных улиц. Это все и здесь они жили. В Бронной Слободе жили бронники, оружейники. Они находились в ведении оружейной палаты. Среди них такие, например, как Пищальники Василий Быховец, Лука Журин, Петр Мартынов, Максим Иванов, Сабельники Георгий Иванов, Иван Мартынов, Иван Анисимов, Максим Михайлов, Трофим Терлик, Андрей Трофимов, ну и многие другие. Орудие, оружие, изготовленное ими, и поныне хранится в Кремлевском оружейной палате. Но, следует отметить, что это были не первые белорусские оружейники, которые поселились в Бронной Слободе. еще во времена, в разгар Ливонской войны Иван Грозный селил именно в Бронную Слободу тоже пленных оружейников из Великого княжества Литовского. Гончары, кирпичники, ценинники, привезенные Москву, были поселены в Гончарную Слободу, Гончарную, дворовую Слободу, отметим, которая располагалась за Яузой на Таганке. Ну, вот как раз Яуза, вон Таганка именно здесь и селились. В 1667 году сюда же были переведены ценинники, занятые ранее на строительстве Иосифа Волоколамского Воскресенского, извините, Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Среди них наиболее известны Степан Иванов, уроженец Мстислава, Игнать Максимов, Искописи и так далее. Следует отметить, что белорусские ценинники принесли с собой абсолютно новую технику изготовления многоцветных рельефных эмалевых образцов, которая ранее не была известна в московском государстве. Ну, например, яркий пример вы можете увидеть здесь недалеко, в церкви Успения в Гончарах. Очень там четыре евангелиста именно в этой технике и выполнены. Церковь Григория Неокасарийского, Воскресенский собор в Измайлово и так далее. Очень много церквей было оформлено таким образом. Однако, что, наверное, более важно, важнее новых технологий, было привнесение на московскую почву новых производственных отношений. как называют первичное проявление мануфактурного производства зародыш разделения труда и заводских цехов. Это первое. А во-вторых, сюда же с появлением белорусских переселенцев среди московских ремесленников возникли корпоративные объединения, очень напоминавшие собой европейское цеховое устройство. Когда право быть мастером объявлено было особой записью и обставлено особыми испытаниями. Однако, в соответствии с царским указом, в сентябре 1672 года на территории дворцовой Напрудной Слободы за земляным валом образуется новая иноземная слобода Мещанская, предназначенная специально для белорусов вывезенных и вывезенных в Москву во время упомянутой войны. Само название Мещанская указывает на ее иностранное происхождение. В русском языке слово Мещане появилось только в середине 18 века. А так это слово существовало в Беларуси и на территории теперешней Беларуси и Украины, потому что место это город. Место Мещане естественно. О важном значении, которым предавалось созданной слободе, свидетельствует тот факт, что ей управляли, ведая ее судом и расправой, особые стольники, которые специально назначались посольским приказом, к которому и относилась Мещанская слобода. Такие стольники назначались только для двух еще слобод в Москве. это для немецкой и для царицинской кисловской слободы. Упомянутый указ предписывал переселиться на вновь отведенные земли всем мещанам, кроме бездворных некоторых мастеров, которые работали на вооружейной палате и вжившие в дворцах и черных слободах и сотнях, а также на не распространенных на кабальных холопов. Но наделить всех все это огромное количество населения землей не удалось, поэтому многие остались жить на прежнем месте. Уже через четыре года слободским старостам было подано челобитной с просьбой присоединить к мещанской слободе часть соседней троицкой слободы. Но и это не спасло положение. Так по переписи 1676 года список бездворных в слободе содержал около 255 имен. Значительно число мещан продолжало жить в других сотнях и слободах. Поэтому в 88 и 89 годах произошло еще одно укропнение мещанской слободы за счет необитаемых земель. Царским указом предписывалось издать мещанам, которые ранее не получали наделов в слободе землю на норф прирезанной территории. Причем те, кто откажется селиться здесь, должны были быть в жестоком наказании и в ссылке в Новый Богородский город на Самару. Но и этот указ не был до конца выполнен. Не хватало земли все равно для такого большого количества людей. Не менее 20% вывезенных из территории Великого Книжа Литовского Белорусов продолжали жить вне территории мещанской слободы. Ну, конечно, если смотреть на состав жителей мещанской слободы, следует отметить, что большинство из них естественно происходило из восточных областей теперешней Белоруссии. Ну, что, естественно, поскольку они ближе к Москве, легче было их вывести. Хотя войска, московские войска взяли и Брест, и Вильню, но все равно ближе, конечно, оказались восточной области. Больше всего было выходцев из Шкловщины 94, Смоленщины 89, Дубровщины 73, Копыщины 37, Витебщины 22 и так далее. Ну, хотя были все-таки и выходцы из западных районов. Так, из Вильнющины происходило 46 человек, из Минщины 31, из Гродничины 3, ну и так далее. Занятия мещан были весьма разнообразны. Они активно занимались торговлей, купцы-мещане имели свои лавки на Болотной площади и, опять же, на Таганке здесь же. По переписи 1676 года 306 семей, то есть, почти 44% от всего количества семей Мещанской Слободы занимались ремесленной работой по более чем 60 специальностях. Если номенклатура этих специальностей не особенно отличалась от номенклатуры специальностей московских ремесленников, ну, стоит разве отметить такие экзотические для Москвы специалисты, как каретники, насосники, прудовики, пруды делают, вот, и некоторые другие, то значительно отличались по количественным показаниям. Так, среди жителей Мещанской Слободы было очень много портных. На 17-18 дворов приходился один портной. Много было из них мастеров золотых и серебряных дел, а также торговцев. Соответственно, ну, соответственно, очень мало было булочников, калашников, блинников, очень процентом отношения немного. Интересно, что наблюдается определенная специализация среди выходцев из разных регионов Великого княжества Литовского. Так, наибольший процент портных составляли Шкловские Мещане. Среди гончаров более всего было уроженцев Копоси, а среди кузнецов Дубровны. Но главная особенность, предлагаемая белорусами товаров и услуг, заключалась в их качестве. неудивительно, поскольку по словам Богоявлинского пришельцы за западной границей принесли с собой новые вкусы и навыки, отзывы западноевропейской культуры. Поэтому обычные мещане занимались тонкими ремеслами. Но ярким примером могут служить например деятельность переплетчиков. Хотя в Москве их было довольно много, но заказы на более красивые, кожаные, особенно для царского двора переплеты делались именно мещан. Отличительной была работа портных и сапожников, среди которых преобладали специалисты по шитью одежды и обуви на западный манер. Среди них те, кто делает около шапочной на немецкую руку, делает чулки польские, делает рукавицы персчатые, шьет сапоги немецкие и так далее. Были и специалисты еще более скажем тонкого дела, подчерниватели куниц и окрашиватели шелка. В Мещанской слободе были те, кто витушки литовские печет, делает сахары ряженые, то есть кондитерские изделия изготавливает и так далее. Были часовщики, специалисты по изготовлению часов. Ну и еще один примечательный факт, что в Мещанской слободе по сравнению с другими слободами было очень мало нищих. Однако белорусы оказали значительное влияние на московскую культуру не только в материальной области, но и духовной. Именно мещане стоят у истоков русского театра. Именно они поставили в Москве первый спектакль на понятном россияном языке. Комедийному действу учил молодых мещан бакаляр Иван Федоров лошадников, который был взят в Москву в 64 году в Успеваке. Ну почему именно они стали во главе у истоков русского театра? Неудивительно, потому что для Беларуси театр был довольно обычным делом, а в России же, вернее в московском государстве это считалось низменным занятием и значительно, в значительное время подвергалось гонениям. Так, например, Алексей Михайлович, который сам же и создал театр, в конце концов, из мещан, он издавал не менее десяти указов, которые были направлены против артистов и всяческих разных театрализованных действий. И только после, во время войны с Речью Посполитой он своими глазами увидел культуру другую и после посещения Вильни, которую он уже сам назвал своим стольным городом, он решил создать театр. В Мещанской Слободе был большой процент грамотных людей. По данным на 677 год, вы представьте, в то время, 677 год, грамотными в Мещанской Слободе было 36 процентов населения. Это очень много для 17 века. Причем, что интересно, что многие, прожив долгие года в Москве, сохранили особенности письменности своей страны. Так, Богоявлинский насчитал 9 человек, которые использовали в написании латиницу. Например, Тимофей Иванов Медведков, родом из-под Шклова, попал в Москву в 670 году, но и в 1696, через 26 лет своего пребывания в Москве, продолжал подписываться латинскими буквами. Отличали Мещанскую Слободу и особенности ее застройки. В отличие от местного населения, Мещане не строили дома на подклетях и не ставили срубы один на один. Ну вот, например, показатель инфа, когда из Барашевской Слободы Мещане переезжали во вновь созданную Мещанскую, они школьный дом на подклете взяли, но поставили оба сруба рядышком, так что не было двухэтажного здания, а получилось две избы поземные, как принято было у них на родине. Мещане в целом жили более зажиточно, чем жители других московских слобод, и на их дворах было больше погребов и небольших построек, клетей, чуланов, навесов и так далее. Ну, еще следует, наверное, отметить планировку Мещанской Слободы, она была тоже особенной и непривычной. Здесь впервые в Москве, не считая немецкой и хамонической слобод, была использована при постройке линейная планировка, которая сохранилась до нашего времени. Если можно убедиться, например, если пройти или найти на карте города четыре бывшие Мещанские улицы, проспект Мира, улица Гелировского, Щепкина и Мещанскую улицу. Ну, есть основания полагать, что Петр Первый взял также пример застройки Мещанской Слободы, как и немецкой, при строительстве Петербурга. Как видим, Мещанская Слобода занимала особое место среди других слобод Московского посада того времени. Но ее все равно постигла та судьба, которая рано или поздно постигала все слободы иноземные в Москве. В середине 18 века ее жители были полностью ассимилированы. Вот такую небольшую обзор я хотел бы вам сегодня преподнести. Может у вас есть какие вопросы? Почему была связана такая повышенная жестокость во время ведения военных действий, когда вы вылетели под этот подпей? Какой это холокост белорусский получил? В общем-то вы знаете в принципе вообще-то наверное были такие времена иначе я не могу объяснить просто никто в то время людей особо не жалел так гуманизма особого не было ну и кроме того я говорю что полноценными православными тогдашних населения белоруссия белоруссия московские православные не считали потому что они скушился обливали наверное как иноземцев как чужеверцев не особо не жалели вот у меня два вопроса первый когда именно то есть в десятилетии каком было что сказали что белорусы переехали в Москву и они так повлияли на языковую ситуацию в Москве что у нас распространялся ак это в каком десятилетии массовый перевод белоруса в Москву начался где-то в конце 50-х годов 17-го века война началась в 1654 году пошел войной Алексей Михайлович на Речь Посполитую и где-то апогея достиг 58 64 наверное такие периоды спасибо и второй вопрос вот вы сказали что Алексей Михайлович был одно время против театра который уже был в московском государстве потом поменял к нему свои отношения вот известно также что он устраивал гонения на различных скомаровых гусляров которые у нас уже были вот многие поэтому бежали на землю русского севера а вот не знаете из-за того что он поменял свои отношения к театру допустим он менял свои отношения к вот этим другим традиционным формам искусства народного вы знаете сказать определенно не могу этим вопросом никогда не занимался но я думаю что все-таки театр это было скажем так отличительной чертой западного общества а скоморошество наверное все-таки продолжало восприниматься как что-то низменное что-то шутовское поэтому я думаю что вряд ли изменилось особо это на мой взгляд я могу ошибаться а в чем вообще разница была между народом этим скоморошеством и театром с которым пришел с белорусом видите ли театр он был допущен в высшие слои общества постановки да сюжетные постановки в основном на скажем какие-нибудь античные темы или ну скажем возвышенные темы героические что-нибудь а просто с балалайкой выйти не серьезно там всякие кукольные были кукольные но это же тоже постановки безусловно мне тяжело сказать я народной творчества не изучал извините но я думаю что все-таки градация между высоким театром который можно было увидеть в палатах больших государей в палатах вельмож и тем тех кто был создан на потребу низкого класса населения наверное все-таки была такая градация была а собственно в текстах самих то что мы сейчас называем театр каким словом называется театр греческое слово я не знаю когда оно попало в русский язык театр еще одна форма была феатр в начале 90 века вот называлось ли это документ или театр нет там не называлось именно театром там называлось ну на скажем западнославянский лад дивадло было такое вот там было не представлю господи сейчас вспомнить как бы дивадло сейчас извините не могу сказать но театр какое-нибудь позорище зрелище позорище да именно позорище тут ума югославянска да и и дивадло дивица 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 да-да-да это диво как чудо нет-нет-нет это дивица по-белорусски это тоже например смотреть Да, да, да. Дивадло. Это по чешству. По чешству Дивадло. Ну, еще так они всегда считали, что это пришло откуда-то с Востока, с Рязани, грибы с глазами, их едят они глядят. Абсолютно неправильно. А почему? Абсолютно неправильно, потому что Московия, Москва, Московский край, он всегда относился к северному великорусскому наречию. И только после массового заселения сюда белорусов стал акать. Нет, в Рязани тоже был акать. А почему Рязань до сих пор акать? А потому что это юго-зак. Нет, потому что вообще русский язык делится на два основных наречия. Северно-великорусское и южно-великорусское. Ну, вот, значит, те, кто акует, относятся к южно-великорусскому наречию. Те, кто на юге, те априкативные «Г». Да, вот поэтому Московия стала говорить на такой смеси северно-великорусским, южно-великорусским, взрывное «Г» северно-великорусское и аканье, которое характерно для южно-великорусского наречия. А вы скажите, вот это как бы очень интересный способ заселения пустующих земель, заселить пленными, фактически, да? Причем пленными, ну, как бы, с которыми поступили очень жестоко, ну, при захвате городов. Тут же был определенный риск. Это все равно, что, тем более, их селили компактно. То есть, это, можно сказать, как какой-то аналог тех же самых концлагерей. И вот бунты, они как-то не провоцировались вот так вот, такое вот компактное заселение. Я думаю, что мало того, что... Конечно, это был определенный риск, но, с другой стороны, если посмотреть, то иноземные все свободы, они наделялись определенными льготами. Поэтому, по сравнению с коренными жителями Москвы, они чувствовали себя более-менее успешно. То есть, экономический факт, там, как бы, перележивали? Ну, да. По-видимому, да. Если, по крайней мере, не зафиксировано никаких бунтов именно на этой почве. Ну, и смотрите, то, что они все так быстро ассимилировались, это свидетельство о том, что для них уже не было особо важным их прежним. Это самосознание, язык, и, ну, им тут нравилось все. Или их потом, по крайней мере, тут точно нравилось. Можно такой вопрос еще не могли бы еще раз пояснить? Про принесение белорусами в русский язык взрывного, звонкого «Г»? Нет, 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 про «Г» я не говорю, это истина русская, московская «Г». Не совсем понял. И вот еще такой вопрос, когда вы перечисляли многочисленные имена ремесленников, у них у всех были фамилии в вашем перечислении по-русскому подобию, отвечающие на вопрос «Чей». В то же время у белорусов все-таки разнообразие фамилий более широкое, очень много фамилий отвечающих на вопрос «Кто». Вот. И связаны ли вот эти вот фамилии, которые вы перечислили тоже с тем, что шел процесс руссификации белорусов, или просто вот совпадение такое? Нет, это не совпадение. Это просто, в принципе, в то время, скажем так, фамилия еще не установилась как такой институциональный признак. Это уже где-то конец 18-го, начало 19-го века фамилия. А здесь чей сын? Вот такой-то. В белорусском языке очень много фамилий, например, Нович. Ну, как, в принципе, у южных славян и так далее. Ну, например, ну, я не знаю, о чем, например, меня друзей очень много. Пашкевич, Гренкевич и так далее. Сенкевич. Ну, крайне много. Погушевич, как бы, Нович. Да, 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 безусловно. Вот. В русском языке Нович можно было называть только самых титулованных людей. Только самые титуловые Нович. И когда Петр Первый начал кого-то называть Нович, вот, Петрович, тот был готов, не знаю, землю есть под его ногами, потому что так его уважили. Здесь считалось это определенным доблестью, определенным, ну, скажем так, положением людей, которые называются Нович. Ну, а, естественно, множество людей, которые были переселены, они, конечно, знатью не являлись. И, естественно, никто им такое привиление давать не хотел. Поэтому на российский лад Иванов, Петров, Сидоров. У нас был бы Иваненко, Петрович, ну, и так далее. Спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо.